Рано утром со стороны кошара бежали двое парней. Я подумал, что пришли скотину воровать. Вышел, подошел к границе и услышал, как кричат на узбекском «стой, стой!». После этого прозвучали два выстрела. После второго я упал. Больше ничего не помню. Сейчас после операции Аброр Шамаров уже общается с родными и даже готов отвечать на вопросы. А еще вчера врачи боролись за жизнь раненого мужчины. При поступлении, говорят медики, состояние пострадавшего было крайне тяжелым. Врачам пришлось удалить почку и провести сложнейшую операцию на кишечник. Диагноз больного. Агнестрельное сквозное ранение брюшной полосы с повреждением тонкого кишечника. И почки слева. Гемоперитенеум. Перелом. Закрытый перелом поперечного отростка L2-L3 позвоночника. Травматический гиповолемический шок второй, третьей степени. В шоке находятся практически все жители приграничной территории, говорит отец пострадавшего Абдугапар Шамаров. По вечерам, как в зоне военных действий, лишний раз из дома не выходят. В том, что в Аброра Шамарова попала шальная пуля, в областном ДВД сомневаются. По официальной версии, пострадавший сам виноват в случившемся. Его ранили при попытке незаконно перейти казахстанско-узбекскую границу, говорит руководитель пресс-службы ДВД ЮКО Салтанат Каракозова. Мужчина пытался ранним утром в 6 утра перейти границу с территории Республики Казахстан на территорию Республики Узбекистан через канал ЗАХ, то есть нелегально. В данное время материал полностью собран полицейскими и направлен в военное следственное управление по южному региону. Все обстоятельства дела выяснят военные следователи. Он пересекал, таможенный пост есть, на паспорте печатает, все есть, отсюда пересекал. К тёше, к родственникам ездил, отсюда проезжал все время. Как всё произошло на самом деле, решит следствие. А Аброру Шамарову ещё много дней предстоит провести в больнице. Дома мужчину ждут жена и маленькая дочь. Будет ли пострадавший после ранения способен по состоянию здоровья зарабатывать на жизнь своей семье, неизвестно. Ирина Притула, Платон Леденёв, информационная служба, телекомпания ОТРАР.